Это уже не первый автомобиль марки Leven в нашей стране. Она зашла на рынок с небольшого компактного кроссовера X3, а это X6 Pro. Он стал больше, он стал мощнее, он стал комфортнее. Скоро все узнаете. Leven – часть экосистемы концерна Gile. Это значит, что для модели под этим логотипом используются лучшие разработки компаний. И это положительно сказывается как на внешнем виде, так и на техническом наполнении. У Levenа свой двигатель, коробка, модифицированная платформа, свой салон и мультимедиа. Но об этом чуть позже. Пока о внешности. Решетка радиатора, она выполнена в стиле водопада, выглядит современно и, я бы даже сказал, стильно. Моноблок фар, полностью светодиодная оптика, тоже выглядит очень симпатично. В профиле автомобиль тоже выглядит достаточно современно. Есть даже дизайнерские фишки, за которые цепляется взгляд. Особенно мне нравится вот этот вот дизайнерский элемент. Он довольно-таки стильный. Идем назад. А вот сзади этот автомобиль похож сразу на всех китайцев, да и не только. Все дело вот в этой горизонтальной светодиодной полосе. Она есть у всех. Ну а что делать? Дань моде. Багажник в Levene относительно небольшой. Два чемодана в принципе влезет. Если разложить заднее сидение, объем увеличивается до 1200 литров. А это уже неплохой результат. Знаете, чем мне понравился салон Levene X6 Pro? Это своей консервативностью, как это ни странно. Здесь из вычурных дизайнерских элементов только вот, пожалуй, руль Д-образной формы. Но и он с очень удобным хватом. За него очень удобно держаться. Все остальное классика. Что мне еще понравилось? Здесь не очень много глянца. Ненавижу глянец, на нем остаются отпечатки. Здесь, пожалуй, только вот. Вот эта вот панелька глянцевая, с лазерной, кстати, гравировочкой. Все остальное благородный мат, сталь и эко-кожа. Обращает на себя внимание экран. Тоже, конечно, дань моде. Вы спросите, а где их нету? Да, конечно. Вот этот вот 12,3 дюйма экранчик, он есть у всех. Вот такой тоже есть у всех. Но в Levene X6 Pro есть третий экранчик. Он специально для пассажира. Пассажир может управлять с его помощью мультимедиа, включать радио и даже управлять климатом. А больше ему и не надо. Все остальное сделаю я сам. А еще мне очень понравилось, что у Levene есть свое приложение. Если нажать на вот этот нарисованный автомобиль, мы сможем заглушить двигатель, завести двигатель, включить аварийку, открыть-закрыть замки, открыть багажник даже. Но не закрыть, потому что у него нет сервопривода. Помимо управления самим автомобилем я могу узнать свой стиль вождения. Вот сейчас откроем профи. Вы водите просто отлично, серьезно, продолжайте в том же духе написано мне. Очень хорошо, что в таком бюджетном сегменте появляются такие цифровые решения. Я вот иногда думаю, что самое главное в современном автомобиле. Ну уж точно не система без ключевого доступа. Точно не система управления автомобилем на расстоянии, я имею ввиду запуск двигателя и все такое. Точно не панорамный люк. Хотя все это, конечно, в этой машине есть. Это важно. Но самое главное, как мне кажется, это хороший, надежный двигатель. И чтобы с ним в паре работала хорошая, надежная, четкая коробка передач. Итак, под капотом у нас полуторалитровый двигатель, что в целом сейчас более-менее стандартно для подавляющего количества автомобилей. Он турбированный, и у него есть две степени наддува. Этот двигатель может выдавать 147 лошадиных сил. И этот же двигатель с более высокой степенью наддува может выдавать 174 лошадиные силы. Кстати, сейчас у нас версия, которая 147 лошадей, и ее хватает. Кстати, этот же двигатель стоит на новом G-Li CoolRay. В ливане под капотом даже есть надпись G-Li. Коробка передач, к слову, в CoolRay тоже точно такая же, как и в X6 Pro. Двигатель работает в тандеме с роботом, с 7-ступенчатым, с двумя мокрыми сцеплениями D-CT, так называемая. И этот тандем, эта работа в паре настроена просто отлично. Как это понять? Да очень просто. Если ты не обращаешь внимания на то, как работает коробка, если нет завывания, когда ты нажимаешь педаль газа, если нет клевков, когда ты сбрасываешь скорость, и коробка неадекватно начинает понижаться, значит, все хорошо. Если нет этих симптомов, значит, настроена коробка и ее взаимодействие с двигателем на ура. И немного слов о секундах, на которые мы не будем, конечно же, смотреть с высока. Я про разгон от нуля до 100 км в час. На этой машине с двигателем 147 лошадиных сил мощностью этот путь займет 9,9 секунды. Почти десяточка. Если взять версию с двигателем более мощным, 174 лошадки, этот же путь займет 9,2 секунды. Стоит ли вот эта вот разница в 7 десятых, того, чтобы переплачивать почти 100 тысяч рублей за флагманскую версию? Я думаю, нет. Начальная стоимость 2,5 миллиона рублей. Чуть-чуть меньше. 2 миллиона 480 тысяч. Следующая ступень. На 100 тысяч больше. И вот как раз-таки на нее стоит обратить внимание, потому что в ней есть все. Все опции, все электронные помощники, панорамный люк. В ней нету только мощного двигателя. А вообще об этой машине я могу сказать только одно. Это крепкий середнячок. Она не достигает высот какого-то технического прогресса, не стоит на его острие, но и не в аутсайдерах. И вот в данном случае быть как раз-таки в середине, где все сбалансировано, мне кажется, это весомый плюс. Субтитры создавал DimaTorzok